Почему поляков называют ляхами, а союз Польши и Литвы нарекли Речь Посполита? Как происходил раздел Польши и как возникло польское государство? Давайте узнаем, что к чему в истории Польши всего за 11 минут. В середине 10 века князь Мешка I, правивший несколькими лейхидскими племенами, которых Нестер называл ляхами, решил укрепить свою власть и создать единое государство. Но как это сделать? Выход нашелся в принятии христианства, латинского обряда. Так поляки быстро переобулись из варваров в цивилизованное общество. Польша присоединилась к западной культуре и перешла под покровительство папы. Мешка, чтобы укрепить связь соседней богемии, женился на принцессе Дубравке, а их сын, Богислав I Храбрый, продолжил дело отца, завоевав немалую территорию и распространил христианство среди тех, кого не мог крестить его отец. За свои заслуги Богислав получил трон, став первым королем в польской истории. Это произошло всего за несколько лет до его смерти. Тем не менее, в 1025 году Польша стала королевством. Династия Мешка правила Польшей до конца 14-го столетия, когда умер последний ее представитель, Польша пришлось искать нового короля. И после непродолжительного политического романа с Венгрией, польская королева Ядвига вышла замуж за великого князя литовского Ягайла, положив тем самым начало длительному союзу между двумя нациями. В 1569 году в результате Люблинской унии была создана единая страна, польско-литовское федеративное государство, известное как Речь Посполитая. Что это за название странное? Почему вместо Польши и Литвы появилась какая-то Речь Посполитая? Чья речь? Что такое Посполитая? Непонятно. Но зная польский язык, все стоит на свои места. Речь Посполитая является дословным переводом латинского термина res publica. Следующие 150 лет войдут в историю Польши как золотой век. В качестве формы правления в стране установилась демократическая монархия. Права меньшинств защищал закон. Страна была мультикультурной, множили шедевры искусства. Речь Посполитая была одним из самых крупных и влиятельных государственных образований в Европе, как в политическом, так и в культурном отношении. И это не могло всем нравиться. В результате укрепления позиции царской России, королевства Пруссии и Швеции, а также борьбы украинского казачества за независимость, начала раскачиваться стабильность страны, а многочисленные конфликты между шляхтой обострили ее уязвимость. В результате 100 лет войны благосостояние страны пошатнулось, ее население значительно сократилось, а в культуре и науке наступило время упадка. Из-за шведского потопа, разрушительного нашествия шведов в 1655-60-х годах, а также политики соседних держав, существование независимой Польши оказалось под угрозой. Единственным спасением для польского государства были фундаментальные реформы. В 1764 году новым королем был избран Станислав Август Понятовский, однако он пришел к власти при поддержке российской императрицы Екатерины Второй. Новый польский монарх был хорошо образован и понимал сложное состояние, в котором оказалась страна. Поэтому он пытался лавировать, угодить как различным группировкам польско-литовской шляхты, так и своему союзнику России. Политика Понятовского принесла значительные улучшения в области экономики, культуры и науки. Но из-за разногласий между магнатами ему не удалось предотвратить первый раздел Польши. Три соседние державы – Российская империя, Королевство Пруссия и Австрийская империя – захватили пограничные регионы. Последней попыткой провести государственную реформу стало принятие Конституции 3 мая в 1791 году. Документ должен был восстановить хорошие отношения между королем и знатью и положить конец анархии – амбициозных магнатов. Однако все вышло не так, как планировалось. Екатерине Второй не нравилось направление реформ, и при поддержке некоторых представителей польско-литовской знати она силой пресекла их, ведя войска и осуществила второй раздел Польши. Уцелевшие реформаторы решили, что это их последний шанс и начали восстание под предводительством ветерана американской революции – Тадеуша Костюшко. Восстание Костюшко было актом мужества и отчаяния, но, увы, оно с самого начала было обречено на провал. Силы трех государств противников, значительно превосходившие польское войско в численности, жестоко подавили восстание и поделили остатки польских земель во время третьего раздела Польши. В итоге Польша прекратила свое существование. Каждая из стран агрессоров проводила политику денационализации польских граждан. Большей части польской интеллигенции пришлось отправиться в политическую ссылку или отказаться от публичной политической деятельности. Однако мечта независимой Польши жила в сердцах поляков. Во время наполеоновских войн из числа иммигрантов были сформированы польские легионы, а тайные польские организации начали два крупных восстания, оба неудачных, и пытались присоединиться к весне народов. Тоже безуспешно. После безжалостного удушения последнего крупного восстания, польские политические активисты решили пойти другим путем, вместо того, чтобы пытаться вернуть независимость силой, они организовали неофициальные образовательные центры, где преподавали польский язык и историю. Польский язык был под запретом в некоторых районах. Разрабатывали социальную реформу, а также продолжали отстаивать польский вопрос в судах противников тех стран-агрессоров, которые поделили Польшу. Первая мировая война и последовавшие за ней значительные изменения на политической карте Европы были тем моментом, которого так долго ждали польские патриоты. В годы войны примерно два миллиона польских солдат сражались на стороне Антанты. В то время как польские политические элиты пытались убедить Францию, Великобританию и Россию вернуть Польше независимость. Благодаря общим усилиям, а также благодаря ряду важнейших событий, прежде всего революции в России и Германии, Польша вновь обрела независимость. В межвоенный период шло кропотливое и мучительное восстановление и объединение истерзанных и поделенной на куски страны, которая на протяжении последних 123 лет входила в состав трех разных государств. Межвоенные годы были отмечены громкими политическими скандалами, включая убийства первого президента и военный переворот, а также сильными волнениями на восточных рубежах Польши. Накануне Второй мировой войны Польша, которая вот-вот склеила себя из кусочков, была совершенно не готова оказать вооруженное сопротивление и долгие годы готовилась к войне. После нападения Гитлера на Польшу 1 сентября 1939 года, поддержанного сталинской армией с востока, Польша за 27 дней была стерта с политической карты. Польское правительство бежало в Великобританию, но там продолжило работу в качестве правительства в изгнании. Польские войска и формирование продолжили сражаться с Германией вместе с силами западных союзников. Так, например, поляки внесли весомый вклад в победу в битве за Британию и расшифровку кода «Энигмы». Поляки организовали самую большую подпольную армию в истории Европы – армию Краеву. После войны Польша вновь вернулась на карту, но уже под тенью Советского Союза, и была вынуждена принять коммунизм в качестве господствующей политической доктрины. Польское марионеточное правительство полностью зависело от Москвы. Вторая мировая война обернулась для Польши страшными разрушениями. 5 миллионов жителей довоенной Польши были убиты. Большинство из них стали жертвами целенаправленного уничтожения еврейского и польского населения. Столицу Польши, Варшаву, сравняли с землей. По результатам, после военных мирных конференций Польша потеряла большую часть своих восточных территорий, а в качестве компенсации получила индустриальные районы довоенной Германии на западе. Страна буквально сдвинулась на 100-150 километров к западу, что вызвало необходимость переселения двух миллионов человек. Польшу вновь приходилось восстанавливать. На сей раз в условиях жестокого коммунистического режима с неэффективной экономической системой. Из-за этого, а также из-за политической и культурной изоляции страны, восстановление Польши шло значительно медленнее по сравнению с другими европейскими странами. Экономическая стагнация, дефицит базовых товаров, отсутствие политической свободы и свободы СМИ, а также злоупотребление властью со стороны политических элит, спровоцировало массовые общественные волнения и протесты, которые жестоко подавляло власть. В начале 80-х годов ухудшающаяся экономическая ситуация и огромный внешний долг Польши вынудили коммунистических лидеров поднять цены на потребительские товары. Общество, которое так жило в очень тяжелых условиях, отреагировало немедленно. Волна забастовок, начавшаяся на судоверфи имени Ленина в Гданске, прокатилась по многим польским фабрикам и шахтам, парализовав тем самым экономику страны. Это было начало окончательной битвы между коммунистическим режимом и польским обществом. Общественное движение «Солидарность», которым на его пике состояло 9 миллионов человек, примерно 25 процентов населения Польши сумело выйти из этой схватки победителями, несмотря на запрет его деятельности. Введение военного положения и преследование лидеров движения поляки чувствовали, что СССР слабеет, поэтому забастовки продолжались в конце 80-х годов и в итоге привели к мирной революции, освободившей Польшу от советского господства и положившей начало революциям 1989 года в других социалистических странах. Эти события изменовали крах коммунизма в странах соцлагеря и конец холодной войны. Пришедшая к власти демократическая оппозиция решила продолжить традиции Второй Речи Посполитой и назвала страну Третья Речь Посполитой. Польша немедленно приступила к реформам, отказалась от однопартийной системы в пользу политического плюориализма, перешла от государственной плановой экономики к рыночной, бы взять курс на сближение с Западом. В 1999 году Польша присоединилась к НАТО, а в 2004 году вступила в Евросоюз. За 30 небольшим лет мира и спокойного развития Польша сумела сократить отставание от остальных стран Европы, возникшие за годы коммунизма. Сегодня Польшу называют образцом для подражания для тех стран, которым довелось пережить политическую трансформацию после революции 1989 года. Это вновь сильное государство, обладающее влиянием в регионе. Ну а теперь самое время поставить лайк и подписаться на канал.